Помимо отчета мэра, на сессии обсудили еще несколько важных вопросов. Депутаты внесли правки в бюджет города, а также изменили порядок расселения аварийного жилья. Алина Котова подробнее. Депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год. Теперь доходы увеличились на более полутора миллиардов рублей. Скорректировали и расходную часть. Дополнительные деньги направили на ремонт школ, строительство волейбольного центра, обновление сетей водоснабжения, содержания новых автобусов. Также распределили остатки прошлого года. Добавили на сумму 24 миллиона рублей курсвету, комбинату по благоустройству города 21 миллион рублей, городскому лесничеству 31 миллион рублей. Добавили по возмещению затрат по представлению льготного проезда, который мы все говорим, инвалидам, студентам, ветеранам боевых действий, сумма составила 45 миллионов 978 миллионов рублей. На сессии утвердили изменения в программе развития застроенных территорий. Она действует в Улан-Удэ уже 9 лет. Суть в том, что частные компании за свой счет переселяют людей из аварийного жилья. Ранее у нас в программе предусматривался единственный способ переселения. Это предоставление взамен изымаемых квартир, жилых помещений, аналогичные квартиры на территорию города Улан-Удэ. Способ изменился и теперь он будет за счет возмещения денежными средствами, застройщиками, инвесторами, лицам, которые имеют право собственности в таких изымаемых жилых домах. Помимо этого, депутаты изменили порядок подачи сведений о доходах. Всего на 41-й сессии Улан-Удэнского горсовета рассмотрели шесть вопросов.